Через два года, да, я считаю вывод, еще один такой момент, я считаю вывод большим, огромным предательством. Предательством, знаете, вот, у меня до сих пор перед глазами те собаки, которые нас выручали от змей, которые предупреждали нас об опасности, их бросили, потому что они не подходили под какие-то санэпидем, там, вот эти вот нормы, чтобы можно было их забрать с собой. Можете представить, что с ними стало, тут же. Вот, так точно, как и с теми афганцами, которые нам поверили. Десятки тысяч в короткое время были истреблены, тысячами они лежат сейчас в этих могилах. Вот. И я уходил когда из Афгана, у меня не было ощущения праздника. Не было. Было ощущение надвигающейся большой беды, потому что предательство, оно не только внутри, оно разливалось вот по всему, в воздухе, ну, в атмосфере там. И через два года, ровно через два года не стало Советского Союза, который так же легко предан. В 93-м. Знаете, в 93-м я учился в Академии, и мне так посчастливилось там, она недалеко находилась. Мне предложили, я согласился, был в Белом доме внутри, с автоматом. И спас меня только, спасло индивидуальное собеседование по политологии, на котором я просто заснул, разговаривая друг с другом, с преподавательницей. Вот. И это спасло, потому что туда уже обратно вернуться было нельзя. Это был последний бой. Советский Союз он был проигран. Он уже тогда невозможно было его выиграть. И, собственно, лично по отношению ко мне было несправедливо, по отношению к армии абсолютно правильно. Вот за четыре года что произошло со всеми нами. Я шел мимо, тоже недалеко, там, Союз писателей, на Герцена бывшей. Сейчас поварская, по-моему, да. И женщина харкнула мне вслед, как военным, которые стреляли по Белому дому. Все перевернулось. Вот это ощущение было как раз то, когда я выходил и я чувствовал. Я не пошел на вот это все лицемерное празднество, когда встречали эти колонны. И редактор мой, нашей газеты, он говорил, ну что ж ты журналист, ты можешь вот не пойти. Я говорю, не то. Написал песню тогда, три среды. Дело в том, что в среду закончилась Великая Отечественная война. В среду. В среду было 15 февраля 89-го года. А можно было три среды написать. Потому что в среду предали Христа. Как предали поколение фронтовиков Великой Отечественной войны. Потому что они выходили, они думали, что жизнь будет другая за все. Как потом оплевали афганцев. Они не виноваты, конечно, в том, что случилось. Но. Вот. Вот с таким настроением примерно. Но сегодня мы вспоминаем вот этот последний поход Великой страны. И еще. То, что я думаю. Это может... Здесь много афганцев расходиться с мнением. И расходится наверняка. Многих. Но. 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 Я надеюсь, что все-таки вот мое творчество, оно даже в то время было уже каким-то художественным проникновением. Хоть и в документальную действительность. Вот. Поэтому оно должно... Тут нету какой-то протеста, протестных песен. Вот. Это просто погружение в тот быт, в те детали, которые окружали меня тогда. Вот. И возвращаться к этому. Я освобождался от этого как от болезни. В этих песнях нет придуманных героев. Сейчас заканчиваю. Придуманных географических ситуаций. Географических мест. Придуманных ситуаций. И все буквально списано. Потому что действительность была ярче любого вымысла. Вымыслов. Вымыслов. Вымыслов.